Всем привет! Появилась одна интересная новость для всех украинцев, а именно о помощи в размере 100 долларов на протяжении 6 месяцев любому из украинцев. Что это за помощь и как ее получить? Разберемся в этом видео. Так что подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео и давайте к делу. Итак, чтобы получать 100 долларов помощи ежемесячно на протяжении 6 месяцев, украинцам нужно принять участие в одном проекте. Называется проект «В открытии двери. Суть проекта». Смотрите в чем ситуация. Значит есть украинцы, которые в ходе войны потеряли свои дома и этим украинцам негде жить. Есть украинцы, которые чудом выбрались из оккупированных территорий и тоже не имеют места, где проживать в Украине. Эти украинцы не уехали за границу и решили остаться в Украине и они нуждаются в жилье. Так вот, украинцам, которые смогут предоставить жилье таким вот переселенцам, проект будет выплачивать по 100 долларов ежемесячно, как поощрение за то, что украинцы предоставляют такую помощь. Плюс к этому всему, украинцам, именно тем, кто предоставит свои дома, проживание для переселенцев, этот проект будет еще возмещать коммунальные платежи. То есть мы имеем, что помощь заключается не только в 100 долларах для всех украинцев, кто сможет предоставить жилье, но еще и покрытие коммунальных платежей. Ну и плюс украинцы, которые не имеют места, где жить из-за войны, получат жилье на время 6 месяцев, грубо говоря. То есть в этом проекте могут принять участие все украинцы. Кстати, очень интересный такой вот момент. Из условий, которые указаны на сайте этого проекта, участие могут принять все украинцы. И те, которые находятся в Украине, и те, которые находятся за границей. То есть, чтобы принять участие, вам нужно перейти на сайт проекта и изначально ознакомиться уже подробно со всеми условиями этого проекта. Ссылка на сайт проекта будет в описании, так что переходите в описании, там найдете ссылочку. После того, как вы ознакомитесь детально со всеми условиями проекта и решите принять участие, вам нужно перейти и заполнить регистрационную форму на участие в этом проекте. То есть, ответить на стандартные вопросы. И в этой форме я нашел такую интересную информацию, которая касается же украинцев, которые уехали. То есть, там нужно указать, вы находитесь в Украине и можете там предоставить жилье. Либо же, вы находитесь не в Украине, но можете предоставить свое жилье. То есть, насколько показывает регистрационная форма, то любой из украинцев, кто предоставит жилье, может получить эту помощь. Хоть вы в Украине находитесь, хоть вы оставили жилье, ну у вас оно находится в безопасном месте, относительно безопасном. То есть не там где происходят боевые действия И вы можете впустить туда переселенцев для того чтобы они пожили Вы тоже можете рассчитывать на эту помощь от проекта Это то что как бы видно по анкете Значит что еще как бы интересного значит то что вы будете пускать не того кого вам там скажут Вот все берите и все Там указано на сайте что у вас будет собеседование То есть вы можете согласиться принимать этих людей Либо не принимать подходят они вам или не подходит Плюс с этими людьми которые будут нуждаться в проживании будут работать психологи И люди которые помогут выйти из депрессии и наладить свое психологическое состояние Плюс у вас будет контракт как указано на сайте проекта В том чтобы ваше имущество было в сохранности И жилье которое вы предоставите с ним тоже было все в порядке В общем такой вот интересный проект для многих украинцев И те кто лишились домов и негде жить из-за войны И те кто могут помочь украинцам переселенцам тоже как бы с поощрением Значит проект новый и он рассчитан именно на зимний период То есть на 6 месяцев с ноября месяца как бы он должен работать И в принципе пока что отзывов я еще не встречал Ни в интернете ни в реальных Поэтому как только они появятся Если вы смотрели это видео То обязательно напишите ваш отзыв Если вы примете участие в этом проекте То есть в комментариях напишите ваш отзыв Как это все у вас происходило Какие были сложности Как вам выплачивались все эти выплаты на коммунальные И 100 долларов помощи То есть напишите все в комментариях под этим видео Или если вы уже принимали участие в каких-то других проектах Аналогичных Ну который касается помощи в Украине То тоже напишите в комментариях В каких проектах вы принимали участие Как это все происходило Вот какие есть сложности, моменты и нюансы Если у вас есть какие-то вопросы То обязательно пишите их в комментариях под этим видео Будем разбираться с вашими вопросами На этом все Подписывайтесь на канал Спасибо за просмотр и за внимание Берегите себя До новых встреч Пока-пока